Ситуация в зоне АТО остается напряженной. География обстрелов со стороны боевиков широчайшая практически по всей линии разграничения. От Луганской области до Азовского моря страдают мирные жители. На Светлодарской дуге под огонь противника попали кварталы в Новолуганском. Все подробности расскажет Руслан Смещук. Марьенко, здесь линия фронта, проходит прямо по крайним улицам. Во время нашего прибытия город окутывает густой дым. После ночного боя загорелись камыши. Противник использовал весь спектр стрелкового вооружения плюс тяжелые минометы. Работали АГСы, работали гранатометы РПГ, СПГ и минометы. Минометы, возможно, даже 120-е. Крупнокалиберное вооружение стрелковое, то есть коллективное оружие применялось для ШК, УТЕС. Плюс стрелковое, 7,62, ПКМ. В условиях сильной жары малейшей искры хватает для начала масштабного пожара. Огонь полыхал не только в самой Маринке, но и в округе. Скорее всего, это тоже последствия обстрелов. Хотя днем тут почти тишина. Ну, вообще у нас считается тихий час. Вот так я скажу. Мало, ну, расстреливаться тогда, когда замечен, допустим, приближение врага. Занимаемся своими укреплениями позиций. Но тишина обманчива. Внезапно начинается снайперский обстрел. Потом завязывается стрелковая дуэль. Сейчас одиночный снайпер в нашу сторону кошмарит. Кошмарит потихонечку. Вот это он где-нибудь засядет и хлоп-хлоп. Вот так может целый день так хлопать. Это ответ в его сторону. Мы уже, хоть и не имеем музыкального слуха, но на слух уже определяем, в какую сторону стреляем. На прошлой неделе вражеский снайпер убил здесь украинского солдата. Поэтому сейчас на них начали настоящую охоту. Наиболее удобные огневые точки уже обнаружили. Он на дереве там сидит. Боя вчера его зафиксировали. Узнали, где это позиция именно бьет. Ну, бьет по крышам, бьет по наших позициях обычно. Одиночными, двойными. И старается он переходит. Бойцы рассказывают, лишний раз не стреляют. Но когда точно видят цель, открывают по ней шквальный огонь изо всех стволов. Так вчера удалось сжечь несколько блиндажей противника. Руслан Смещук, Евгений Пахальчук и Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер. Руслан Смещук, Евгений Пахальчук и Игорь Щепет.